Добрый день! Вы видите, что мы снимаем сегодняшний пост в синагоге и речь пойдет о шекеле. Не связано, на самом деле, с тем, что в прошлой неделе читали главу о половинке шекеля, сейчас речь пойдет о целом шекеле. Дело в том, что, проходя в синагоге по лавочкам, столикам, я нашел один шекер на столе, и в связи с этим возникает вопрос, ведь это же деньги, правильно? Деньги, в принципе, эти кто-то потерял. Нужно ли их вернуть? Мишнак говорит, что, в принципе, деньги можно не возвращать, потому что на них нет никакого опознавательного признака, даже если на них будет какая-то царапинка или что-то еще, это же все равно их можно потратить, они остаются вхождением. Поэтому никакого признака опознавательного на деньгах нет, поэтому деньги, если человек нашел только какую-то конкретную сумму большую, специальную какую-то особую сумму большую, которая может считаться признаком или в каком-то месте, тогда других нужно возвращать. Но оставим сейчас, когда нужно возвращать деньги, вопрос, вот эту вот ситуацию с Шекером, как поступить? Потому что есть у нас другой закон, связанный с возвращением потери, что если у нас есть отчаяние хозяев о потере, человек не сможет это вернуть, точно, но он еще не знает, что он это потерял, тогда это не считается потерей, которую можно забрать. То есть, если человек уже обычно теряет деньги, то у нас есть такое высказание мудрецов, они говорят, что мудрецы говорят, что человек обычно проверяет, какие деньги он потерял, обычно проверяет, открывает кошелек, знает, сколько денег у него находится в кармане, и знает, сколько он это потерял. Постоянно ощупывает, говорит, мара свой карман. Но в ситуации с мелкими деньгами, с мелкими монетами, такого сказать невозможно, потому что человек не всегда знает, или чаще всего не знает, потерял он шекель или нет. И тогда в этой ситуации нет отчаяния, которое позволяет мне это взять себе, потому что, несмотря на то, что вернуть это невозможно, но этот человек от него еще не отчаялся, и никогда не отчаялся, потому что никогда не узнает, что он ему не вернется. Как же быть? Вернуть невозможно. И забрать себе тоже невозможно. Как быть с этим шекелем? Об этой проблеме говорит еще Хазуниш. Так вот, я подумал, что эту проблему можно решить на основании идей, которая сказана в нашей недельной главе. Наша недельная глава говорит о том, что возьмите труму. Возьмите труму пожертвования от еврейского народа. Задается вопрос, как можно взять труму? Да? Вейхули, возьмите мне. Как это возьмите? Это же дайте труму. Еврейский народ должен был дать труму, не взять труму, а отдать. Так вот, есть известный ответ, который говорит, что человек, когда дает на какую-то святую вещь, на какую-то святую цель, тем самым он эти деньги берет навсегда себе. То есть, до этого это были деньги, которые были на время его. Сейчас, после того, как он дал их на цдоку, на что-то хорошее, они навсегда, на весь будущий его мир, стали его заслугой, той заповедью, которая его, его деньгами теперь будет сделана. И поэтому я подумал, что можно тоже самое сделать с этим шекелем. Этот шекель можно взять и бросить в копилку цдоки и тем самым сделать это в заслугу того человека, который это потерял. Вернуть ему это невозможно. Но вернуть ему заповедь, которую он мог бы сделать этим шекелем, это да, возможно. И более того, если он выложил ее, и она лежит здесь, может быть, он и хотел дать ее кому-то в качестве цдоки, как многие делают, на время молитвы достают небольшие суммы денег для того, чтобы проходящие люди, габая и цдока, которые собирают цдоку на разные вещи, можно было бы им дать. Поэтому, исходя из этих двух аргументов, я решил, что можно взять этот шекель и положить его в цдоку, и тем самым вернуть его заповедью, вернуть его заслугой этому человеку, который это потерял. Спасибо большое. До свидания. А вот мы кладем это в нашу копейку. Спасибо.